Доброе утро. Вот так солнце встает здесь из-за горы в одно и то же время в 7.52. Сегодня мы будем, наверное, дома. Вот у меня будет созвон сегодня по скайпу, по работе, вот. И съездим единственное в город, да, съездим в Кунип, это самый большой, здесь населенный фунт ближайший. Вот, и там уже купим продукт, курица, мясо какое-нибудь, что-то такое. По завтракам, наверное, тоже там. Да, и будем сегодня отдыхать. Молоко из коровы, только что выдыны, нам принес Расул. Говорит, ну, я не знаю, как ваши желудки, но, наверное, вам лучше вскипятить, поэтому никогда не пробовал такое молоко. Нависть спрашивает, почему ты мое молоко не пьешь? Не пробуешь? Ну, она мне все время норовить дать попробовать, она мне что-то, я не знаю, не очень хочется. А корове длой пьешь? Ну, что за логика, да? Где ты такой? Главное, чтобы не убежала. Все главное в меру. Вот мы вчера поездили, целый день в итоге ездили и немного устали, но Юрчик тоже устал, поэтому... Кстати, в инстаграме как-то спрашивали, как он переносит. Он вообще отлично переносит, на самом деле. Он любит находиться снаружи, ездить куда-то, то есть он сразу засыпает, спит, ну, в хорошем настроении пребывает. Но и чересчур тоже нельзя. Если прям каждый день начать ездить, то он тоже начнет капризничать. Поэтому вот мы вчера поездили, сегодня отдыхаем, например, ну или куда-то недалеко в город прогуляться просто. Ну, все должно быть в меру. Не знаю, некоторые тоже пишут, вот куда поперлись с ребенком, зачем куда-то ездить вообще, ему это нафиг не надо. А, так на него же это положительно и сказывается. Не, можно, конечно, пойти вокруг дома, круги наматывать целыми днями. И так каждый день изо дня в день надо с ума сойти. Ну, то есть, ну вот, кто пишет, тот, наверное, так и делает. И, может, я не знаю, это зависть или что, ну, что просто, может, у людей нет возможности зачастую куда-то выехать просто. Или они просто не знали, типа, о, а что так можно было? А я вот всю жизнь промучился с ребенком, сидя в четырех стенах. О, а так можно было? А вот они себе позволили это. Вот, блин, вот сейчас я им напишу, что так нельзя. Типа такого, как мне кажется. Вот. Ну, у нас все в меру, у нас все нормально. Просто, да, вот ходить в одной месте, сидеть в четырех стенах, это, блин, ну, это тоже не для нас. И не для Нави, как пишет той бедная Нави. Что замучил я ее, так ее никто, ну, никто не заставляет. То есть, она может, смогла спокойно в Астрахани остаться, я не знаю. Если ей не нравится там, я мог спокойно снять жилье любое, и она может в нем жить. И, а я могу поездить, вот, ну, вообще никаких проблем. Но ей нравится, нам удобно. Вот. Мы вдвоем, тем более, с Юрчиком, мы как бы помогаем друг другу. И он не постоянно у нее там на шее сидит. Вот, поэтому у нас все нормально. Так что не переживайте, у нас все нормально. Вот, мы отдыхаем. Вот. И, к тому же, когда мы сидим дома, я, ну, во время путешествия тоже я в основном снимаю там путешествия. Потому что это, ну, более что-то подвижное. А как я 24 часа сижу там за компьютером, я, естественно, не буду снимать, я поставлю только один кадр. Через 20 метров выверните утро. Все, что-то не нашли, где там встать рядом с кафе. Там такая узкая улица. Поэтому встали на главной площади. Сейчас, тут 2 минуты вроде дойти пешком. Наверное, кафе будет с видом красивым. Красиво. Да, мне можно аварский завтрак и кофе. А можно и американо с молоком. Решили на улице поесть. Здесь прикольный видочек. Все равно не холодно. Все, вот это аварский завтрак называется. Сырники, еще что-то. Яичница, сметана, сыр. Пойдем гулять. Все, Юрчик, вот самый лучший способ, чтобы он спал, вот так в коляску ложить. И погулять на солнышке. Слушает меня еще. Ты чего смотришь сюда? Давай спи. А мы пока найдем магазин, прогуляемся здесь. Продукты купим. Уазики как в давате зеленые. Так, посмотрим, что тут есть. В небе. Что-то здесь с магазинами вообще беда какая-то. В какой магазин не заходишь, он 2 на 2 метра. И там непонятно вообще, что покупать. Где, типа, ну ни одного прям обычного нормального супермаркета. Хотя просто магазин какой-нибудь. Где, не знаю, курица есть. Мясо какое-нибудь. Ну, хоть что-то. Дофига мясных каких-то магазинов, которые просто не работают. Мясной павильон, мясной магазин. Но ничего не работает. Администрация здесь. Гуни, как сказал Расул, это райцентр. Это не поселок. Не знаю, что такое райцентр. Районный центр. Чем он отличается от поселка или села? Села. Я все-таки, хоть и из Астрахани, но городской. Ого, забрались мы. Юрчик, ты куда забрался так высоко? Что? Я все-таки. Я все-таки. Я все-таки. Я все-таки. Это называется Арктиккант Если ты стоишь здесь Где? Почему? Может, ты взял много места Он сказал, что ты двигаешь Почему ты идешь дальше? Верно Что здесь? Должны здесь бибикать? Интересно или нет? Я не понимаю Я не хочу Ладно, пойду, один пройдусь Нави не хочет Мне кажется, там интересно можно было сюда на машине проехать на стрелы короче мужчина сказал и не туда пришел на угад прямо идти интересно что еще то что не знаю что это крепость хочу загуглить читать сперва и про это увидел только вот на карте но интернета нет не получается загуглить может напишу потом позже если что-то интересное мы на самом деле все-таки надо было следовать тому как я хотел изначально побутешествовать в горы я хотел арендовать какой-нибудь красивый дом с панорамным видом давно озеро и что-то и просто там пожить если выходить то просто по круге ходить что-то было не село а прям вышел как объяснить и там уже сразу было не знаю лесок поляна речка что-то такое отдельное вот ребята они все-таки путешественники но в них они без детей и они конечно посещают много места где рискует лазит это уже нам не очень подходит следующий раз буду иметь ввиду но они как бы посоветовались со своей стороны на мне нужно все это под себя еще делать под нас не очень подходит посещать дофига мест и не очень очень люблю там крепость ту крепость посмотреть нет на самом деле не очень интересно а мне интересно просто релакснуть поработать в новой обстановке дома побыть там на террасе с красивым видом на кофе попить на такой отдых это конечно все интересно но не сейчас ну раз мы здесь ладно дойду уже конечно любопытно сокращенная дорога упражнения не сегодня отличная чего же ешь здравствуйте вот и крепость что там еще идти идти здесь прикольно пожить только ездить сюда не прикольно вот сюда боже да с ребенком не пошли на вернуться можно подскользнуться в ангуре там какие-нибудь фото для инстаграма делают хорошие чистос вау вот она не это круто у меня аж мурашки прибежали от неожиданности башня крутяк крутяк там закрыли видимо там лазили тоже не обсто я бы не стал здесь лазить еще он туда можно пройти аккуратно еще вон туда можно пройти охренеть по хребту вот так цыг-цыг в другой раз как-нибудь сегодня не вне настроения подниматься что-то да прикольно давайте супер вью чистос нормально пойдемте пройдемся все-таки на строение немного пройти то просто держитесь за поручень офигеть у меня аж все скукоживается ну не меня сын ждет и жена поэтому я не пойду туда просто круто чтобы эта крепость не значила но здесь сюда нужно съесть сходить ну не только не надо рисковать ради фоток по этой фигне уверен что там инстаграме есть такие фотографии я не смотрел но не стоит особенно если вас ждут дети стопудово вот туда они туда закарабкаются садятся и здесь фоткаются ванна все пойдемте обратно чат куртка мнение не зря шел точно так что хорошо что увидел на карте это место спускаться будет теперь проще наслаждаясь видом и чистым воздухом свежего ветра сюда видно он заснеженные горы далеке короче увидимся в машине шутка сначала посмотрим барашек а теперь увидимся машине все добро пожаловать все пора уже работать затянулась небольшая прогулка магазин так и не сходили я говорю соскучилась уже по астрахани говорит нет водители кстати здесь нервные немного у них этого по моему нету наверное в правилах знака вот этот восклицательный знак ну то есть в россии ну как в россии здесь тоже россии да но у нас все понимают ну типа это значит новичок если он медленно едет он может подтупливать а здесь прям в попу все сигналят прямо чуть-чуть медленнее поедешь или там не знаю затупишь немного сразу начинает сигналить и я не видел ни разу один раз только видел знак такой маленький маленький это видимо но не учат либо этому не знаю мы вообще здесь принципе доводит я сам-то конечно не не ездок я вижу что водят так себе больше как в азии да там в вьетнаме не не очень понимаю туда учишься да не учишься всем пофига на не зря мы задержались на самом деле все-таки реально перекрывая дорогу сайте перекрыли дорогу но 12 они должны есть пойти все 12 они должны по идее открыть мне кажется короче нам не в магазине объяснили я там спросил мясо они чего типа чего в мясную лавку не зашли закрыты странно а выговорит у кого остановились попросить у него мясо сейчас типа сезон все все забивают скотину курицу короче делают колбасы всякие но эти сейчас сезон у всех и так мясо все сейчас поедем пойдем глянем ферму я тогда вот что я не буду подходить близко у тебя аллергия же нету нет ничего страшного это наоборот полезно у меня зараза когда вот копаешь 10 10 15 а где их доме в ящике да ни разу не видел идем покажи вот такие рамки ставят их в 10 штук здесь я уже снял осенний этот в этом году очень мало пчела это надо было вот они вот и клетки печатают это уже готовый мед на зиму для себя интересно и сколько меда выходит вас этого святого ящика программ 6 это за сезон да я как россия не снимает два раза россии весной снимаю а разве поднимая до разговор да я для себя просто не для продажи как мне себя должен я осень только снимаю вот эта клетка сюда ставится по три штуки крутим ручной избиваем мед все накапливать вниз потом постепенно там вот это открываем ушку и течет это для что-то осталось осталось для кодные сейчас вы удобрениями удобрениями занимаетесь на каким удар или это от болезни от болезни от болезни щелиных болезней специальные пластинки продаются я их на осень оставлю на зиму смесли ставлю чтобы они не дали понятно весной убираю а у вас скотт есть или курицы на курицы скотт из а кстати не 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 продаете мясо мясо ну куриные или как они не это для просто не сушками у меня а для яйца для себя держу да да то есть смотрю магазинах нет мне кажется у всех здесь просто есть свое да почти каждом дворе куры куры держат ну там небольшое количество конечно штук 5 10 для себя просто я спросил супермаркете у вас есть курица она говорит но есть замороженное но так странно на меня посмотрелось типа а вы что в мясной лавке не были а в мясной лавке мясная лавка там вот самая ходовая напротив оптовик там магазин а вот что-то закрыто было напротив вот женщины продают мясо постоянно что-то закрыто мы мы какую-то замороженную купили курицу они же сами неестественные ну да а вот махачкале на рынках да там и свежие и домашние какие хочешь ты вот махачкале да там выбор большой просто базар на рынок заходишь спрашиваешь где когда домашние курицу они дадут но они не такие жирные сегодня в крепость поднялся на этот гоник отсюда видно вот он до башня а у нас вот мы молодыми были вот типа лесу там тропинка была раньше еще выжить на скалах там надо было на руках лезть туда можно упрости не проходили вот так я видел там тропинку там закрыта было чтобы не уазить там и ну там и так то страшно у меня жена с ребенком они машине подождать а я сам сходил на ну ладно здрасте ты чего тут уже ползаешь ты чего так попробуем молоко достаточно чтобы попробовать вкусно вкусно не знаю даже но молоко как кипяченое молоко немного просто странное ощущение что пьешь молок прямо из коровы утренний Я уже не помню в